Проблему водоснабжения в Лабожском продолжают решать. В начале этой недели сотрудники администрации Заполярного района вместе со съемочной группой нашего телеканала отправились в населенный пункт, чтобы взять пробу воды и проверить ее текущее состояние. Подробности в сюжете Елизаветы Кабановой. Этой осенью в деревне Лабожское поставили новую емкость для подачи воды в дома. Жители были недовольны ее качеством. От воды исходил запах керосина и присутствовали различные примеси. При нагревании техническая вода становилась бурого цвета из-за высокого содержания железа. Техническая вода – это что значит? Мы не должны ей мыться, мы не должны ей стираться. Зачем она нам нужна? Еще водопровод будет ее запихивать. Здесь же невозможно ничего делать. С проблемой заполярные власти пытались разобраться еще осенью, пока подача воды происходит по старой схеме. Из реки Печора она поступает в водонапорную башню, где проходит очистку и после этого идет в дома жителей. Питьевую воду лабожчане могут набрать на колонке. Многие также ездят за водой на родник. Вопросы к новой схеме подачи воды, которая менее энергозатратная, остаются. Проблемы, связанные с ее эксплуатацией, пытаются решить. Жители просят, чтобы данную емкость заменили, так как она бушная. Просят поставить или пластиковую, или новую. И вторая проблема – то, что много в воде извести, чем забивается фильтра у жителей. Просят чуть-чуть углубиться в скважину. Представители администрации Заполярного района приехали в деревню, чтобы взять пробы воды. До этого был проведен ряд мероприятий по исправлению ситуации. Емкость промыли, но для того, чтобы ввести ее в эксплуатацию, нужно дождаться результатов экспертизы. Данная емкость была очищена от окислившегося железа, промыта, продезинфицирована. В настоящее время отобраны пробы воды и будут сданы в Центр гигиены эпидемологии на качественный состав. По результатам исследований будет принято решение о вводе емкости в эксплуатацию. Бутылки с водой для чистоты экспертизы были опечатаны. Ее результаты будут известны через неделю. Мы продолжим следить за развитием ситуации. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал «Север».